Всем привет! Вы на канале Семья Багдасовян. В этом ролике Оля хочет показать, как она хочет в комнате разместить подготовку к ребенку. У нас двухэтажный дом, здесь наша комната, тут дочка, тут сын, тут ванная комната. Многим интересно, как живет беременная в двухэтажном доме, как это все происходит и куда что можно поставить. Комната у нас небольшая, не маленькая. Мне как раз то, что нужно. В первую очередь для беременных важна вот такая вот подушка для беременных, без которой я вообще, наверное, спокойно не могла бы спать. Особенно, когда живот только начинал расти. Он вроде еще не такой большой, чтобы его положить на бок и спать. Он как-то, ну вот как-то, как будто висел и немножко давил. А тут ногу закидываешь, обнимаешь с любой стороны. Также мужу очень нравится. Иногда он со стороны также спит. В общем, она даже у нас вот немножечко уже подпортилась. Видно, что ей прям активно пользуюсь. Ну, естественно, у беременной всегда вода должна стоять, потому что, особенно первый, второй, третий месяц беременности, я пила. У меня здесь даже было две-три бутылки иногда стояло. Очень много пила. Сейчас бутылки достаточно. У нас здесь есть такое небольшое местечко. Сюда мы планируем поставить приставную кроватку. Не хотелось Эдгару такие вот кровати, как вот деревянные, как раньше у нас были. Захотелось чего-то новенького попробовать. И как раз-таки такая возможность есть, заказать на сайте вот эту кровать и сюда поставить. Мы заказ уже сделали. Всякие разные там вещички, аксессуары и вот эта приставная кровать. Это как бы система нового поколения. более удобная, мобильная, легкая. Всякие там приспособы. Кровать лево-вправо-вверх-вниз. Да, там есть маятник, там есть даже звездное небо, там такая игрушка висит. В общем, там все, что нужно в этой кровати уже есть в комплекте. Вот. И вот ее как раз сюда пришили приспособить. Вот здесь она где-то будет. Этот шкафчик у нас двигается. Если что, я его могу подвинуть или оставить. Посмотрим, как это будет дальше. Также, например, если какие-то халаты, что-то нужно будет, у меня есть вот такая вот вешалка. Скрытая. Чтобы вот быстренько можно было что-то накинуть и пойти, например, там помыть ребенка. Она здесь просто вот одевает. Да, такие петли. Очень удобная вешалка. Мне она очень нравится. С этой стороны только вот две петли будут вот так вот торчать. Ну, в принципе, она вообще никак не портит визуально вид. И всегда дверь вот так вот приоткрытая. Вообще халаты мои не видно, но они очень нужны. Тем более у нас взрослый сын здесь рядом тоже. И как-то ну вот так вот потом ходить без халаты тоже не неудобно будет. Вот. Так, что, со шкафов начну, да? Ну, вообще, что есть в комнате, как бы удобственно получать. Пространство у нас еще занято. Здесь телевизор есть. Поле его оставят. Обязательно оставлю, потому что, когда я буду кормить здесь ребенка, мне, наверное, будет скучно. Но я так думаю, потому что у меня... Мы жили в однокомнатной квартире, и двое детей выращены в этой однокомнатной квартире. И я постоянно смотрела телевизор. Мне вообще очень удобно было вот так вот кормить, смотреть телек. Вот так вот. И здесь была тумба для телевизора. Мы ее убрали. У нас вот такие вот шкафы. Это у меня стояла ванна, это внизу. Мы их просто сюда состыковали. И, в принципе, получилось, я думаю, что неплохо. Главное, функционально. Сейчас, пока что, там у нас кондиционер установлен. Да, вот с той стороны Оля красится. Это у нас комплект мебели. Лазурит, да, вроде, если не ошибаюсь. Так. Вроде лазурит. Да, лазурит, потому что кухня Лорена, у нас мы путаем всегда. Это лазурит, мебель очень классная. И мы всю мебель, как бы, для нас, для детей, все заказывали именно в лазурите. Все шкафы и все такое. Здесь есть такая кнопочка и можно вот так вот свет включить. Но, в общем, здесь подсветка, там USB зарядки есть, здесь шкафы вот такие выкатываются с автоматическим, с докаткой. Мебель просто шикарная, великолепная, качественная. Здесь полочка, здесь у Оли часы пылятся. Это, знаете, самые классные часы настольные. Это не наручное. Я, знаете, ночью, как делаю? Вот мне нужно посмотреть, сколько времени вот так. Вот. Когда вот это стучит, там идет реакция. Вот. Даже можно еще тише. Это я сейчас громко. Вот сейчас если потухнет. Это очень удобно. Вот. Чуть-чуть. Даже не будешь мужа. Это технология в России новая. Да. Моя разработка. Да. Тут всегда что-то надо стукнуть, тогда все работает. Телевизоры, часы даже вот эти. Так работают. Так. С двух сторон тут получается кровать, она приподнимается. Снизу можно что-то положить. Тумбы. Вот это цельная такая штукенция. И с моей стороны такая же штука. Изголовье. Да. Здесь есть супер технологическая, мега крутейшая шторка. Да. Она еще и диджей. Которая Олю бесит, конечно. Я эту шторку уже вешал и туда, и сюда. В любые комнаты она потихонечку эту штуку выгоняет уже отсюда, потому что здесь будут шторы. А смотрите, как круто я придумал. Сейчас. Кнопочку нажимаешь. Шторка сама закрывается. Можно в любой момент ее опа и остановить. Потом раз, опять она поехала. Сейчас вы подумаете, блин, это же классно. Ты будешь там с ребенком. Кнопочку нажала и все. Но иногда она издает такой скрипучий звук. Это раз. Во-вторых, можешь пониже, ну или так оставь. Когда ветер дует из окна, она делает вот так. Она стукает об стенку. Ну и добраться до окна невозможно. Если она закрыта, ее надо полностью открыть. Из-за этого у нас лежит здесь это одеяло. Оно вот для вот этого. Когда шторка опускается, она вот сюда. Вот видите, какие технологии. Мы дорабатываем супертехнологии. Вот эта шторка стоит 30 тысяч рублей. А еще, когда у нее садится зарядка, нужно тут протянуть. Я только что заряжал. Но это не так часто. Это полгода раз. Ну да. Это не часто. Но если вдруг... Ну вообще, это очень крутая штука. Изначально я ее делал как в кабинет. Потом кабинет перешел и сыну в комнату переделалась. Потом я оттуда забрал. Потом думаю, дай сюда поставлю. Потому что у нас здесь слишком солнечно и жаркая сторона. Но в итоге она реально чуть-чуть не то. Потому что здесь еще, если будет ребенок, там будет нужно открыть окно. Потом эту шторку ждать. Тут пару минут точно нужно ждать, пока она вот так вот открывается этот процесс шум. Там ребенок точно проснется. Вот. Но единственный момент, чего здесь не хватает, здесь не хватает как бы воздуха, самого воздуха. Потому что комната не такая большая. И когда мы здесь, мы естественно все открыто, можем кондиционер включить. Окошко открыто, дверь открыта, в принципе воздуха хватает. Да, все нормально. Но если здесь будет ребенок, как бы мы не можем сквозняки прям сильно устраивать. И чтобы детям тоже не мешать, мы будем закрывать дверь. Но вот если закрыть дверь на всю ночь, то это будет сложновато дышать. Здесь дом так как бы сконструирован. Как бы суть такая, что там воздуховоды естественно, окна когда чуть-чуть приоткрыты. Здесь везде циркулирует воздух. Здесь у нас офигенно просто. Но это при условии, что двери открыты. Даже если дверь закрываем, снизу конечно есть небольшая щель, но это прям сильно не спасает ситуацию. А когда маленький ребенок, тут нельзя устраивать слишком сквозняки. Вот одна из мыслей вот там сделать этот бризер или в общем такая штукенция. Пробивается стена, встраивается туда вот эта система и она закачивает сюда воздух. Кислород короче, чтобы дышать было чем. Потому что кондиционер он просто охлаждает, но самого воздуха не дает. Я хочу попробовать повесить сюда все-таки шторы. И мне кажется, что вот это тоже достаточно плотная штука. Ну вот не кажется, она реально плотная. Вот если вот так, то воздух отсюда проходит. Если вот так, то здесь вот эта коричневая штука, она вообще не пропускает. Возможно из-за этого, потому что когда шторка открытая, окно открытое, воздуха в принципе хватает. Так что посмотрим. Ну это мое и Миланина местечко, она постоянно сюда приходит и устраивает бардак. И покажу сейчас, как я пока что сделала вот эти шкафы для ребенка. И что у меня уже есть. Это не купленная одежда. Это одежда сестренки, получается, мужа Эдгара. Ты не замерзнешь вот по щеку? Нет, не замерзну тепло здесь. И получается еще кое-какую одежду мне тоже знакомая дала. И в принципе, почему бы не взять. Я такой человек, что считаю, что дети все чистые. И ничего в этом такого нету. Взять какую-то одежду. Ну, естественно, здесь, наверное, будет что-то либо гигиеническое такое, ну типа салфетки, памперсы, потому что больше этим пользуешься. Либо это у меня будет в ванной комнате, потому что все процедуры обычно, как мне кажется, происходят в ванной. Я думаю, что и ночью удобно будет пойти с ребенком в ванную, помыть и там все сделать, а одежда, возможно, также останется здесь. Вот, это моя задумка такая. Можете мне написать, как будет удобней, по-вашему, вот в ванне вот это вот все делать. Или все-таки в комнате. Может быть, там эхо будет ребенок, когда плакать, уже хуже. Но пока что у меня есть вот такие вот три человечка. И здесь размер 56 сантиметров. Но так как у нас сын родился 60 сантиметров, я думаю, что это будет маловато. Ну, пока что это здесь полежит. Дальше видно будет. Вот. Есть стопочка шапочек, каких-то вот таких вот небольших комплектов тоже. И, в принципе, мне кажется, что этого достаточно. Я не собираюсь там накупать много чего. Я единственное, там, пару вещичек возьму, которые на выход, например, на выписку, соответственно. И на выход, если мы куда-то будем там выезжать с ребенком на какие-то проверки. А дома, в принципе, тут... Ну, на дискотеку. Да. В принципе, дома вот, ну, как бы такое поносить, почему бы и нет. Ну, вот. В принципе, тут все чистенько. Я еще все постирала, все вычистила. Где что нужно было. Также есть вот такой вот склад вещей. Это до года. Я не знаю, здесь не вижу размеры, для какого возраста. Я, в общем, сделала так. Это открытые штаны, то есть здесь внизу нету ножек. Это прям вот от маленького до большого. Вот все, что у меня есть, все, что мне дали. А это, получается, закрытые. И я уже спокойно буду подходить и смотреть, что подойдет. Вот здесь также кофточки. Но такой вариант. Вот этого всего много. Мне кажется, я не буду использовать. Вот это просто будет лежать. Эдгар сейчас в шоке, наверное, да? Типа, почему? Что ты такое говоришь? Ну ты, если уж поймешь, что это лишнее, можно перенести в какую-то игрушку. Я сразу не раздумываю. Вот это в пакет и до свидания. Вот. А почему я не буду этим пользоваться? Потому что у меня сын вот в таких вот роз. Даже, по-моему, вот это, может, и его даже. Ну что-то, может, наподобие было. И вот это постоянно вот кофта задирается. Вот эта вот спина открытая. Вообще зимой родится у нас ребенок. И это вот это вот возня не к чему. Ну и зачем охлаждать ребенка вот таким образом? Мне нравятся вот такие вот человечки. Ну, у меня их всего три. Ну, такие можно вот докупить. Как раз в комплекте какие-нибудь красивые. Но тут вот, если опять такие же опытные мамочки есть, я вот не совсем помню, насколько удобно полностью вот это вот менять все, если вдруг там, допустим, протек памперс. Вот, с другой стороны, мне кажется, проще поменять штаны. Кофточка останется. В общем, буду смотреть. Да по ходу дела, я думаю, это там на ходу и определишь. Да. Такие вот верхние запасные кухни еще. Но одежды, как видите, у меня много и слишком много я закупать не собираюсь. Дальше я купила вот такой вот спальный мешок. Вот. У соседки был свой магазин. Вот. За 500 рублей я его приобрела. Так его можно что-то 1200, по-моему, купить. Я его постирала уже, приготовила. Также у меня от детей остались два таких полотенца уголка. Это, которые на голову одеваются. Вот эти уголочки. И тут вот как раз таки есть чуть-чуть вот три комплекта. Но это уже ближе там 8-9 месяцев вот эти вот человечки. Ну, в общем, это тоже не скоро пригодится. Так. Следующий комод. Здесь я тоже рассортировала. Получается, что есть небольшие вот такие вот человечки. Теплые. И один комбинезон. Этот комбинезон ему лет 13. Вот. И этот комбинезон Елена себе тоже брала, пользовалась. Он очень удобный. Наверное, мы тоже попользуемся. В принципе, вот теплые тут есть вещи. А в такие пакеты я сделала тонкие носочки, теплые носочки, колготки. Но это уже, наверное, там 7-8 месяцев. И вот шапочки теплые. Ну и, в принципе, все. Видите, какая я продуманная. Больше ничего не надо, что ли? Ну, все остальное приедет. Вот это вот то, что мы заказали. Ну, мы же заказали аксессуары. Ну, комбинезон. А, или мы заказывали же, да, все. Да. Мы заказали, там получается... Да это потом видео не перечисляют. Да. Распаковка будет, посмотрите, что заказали. Да, на один рост и на второй рост. И там буквально... Нам сейчас что не хватает? Только какие-то вот эти... Пару шмоточек? На выписку конверт. Ну, мы тоже заказали конверт. Да, заказали, да. Нет, кроме того, что заказали. И то, что есть. Еще. Да, заказать? То, что еще. Да, сейчас что-то еще? Наверное, нет. Ну, вот эти, ты говоришь, вот, человечки. Ну, я их положила туда шесть штучек. Три одного роста, три другого роста. Сейчас здесь. Нет, да заказала. А, заказала? Да. Ааа. Я же этот, на Валберис тебе... Я говорю, кроме заказа и то, что сейчас есть, еще надо? А там посмотрим. Я вот как... Нет, прям явно что-то надо. Явно бы ничего не надо. Ну, так вот все, что более-менее мы закрыли, да, вопрос? Да, памперсу заказала. Ну, вот, единственное, пеленки, наверное, какие-то вот еще нужно будет заказать. Так, а у нас же нету этот, мы не заказали на этот, ты говорила, пеленальный стол. Пеленальный стол. Вот, пеленальный стол есть у сестренки Эдгара. Они живут вот здесь, напротив. Она мне его отдает. Там единственное, что... Тумба? Или стол? Только вот этот вверх. Пеленальный. Полностью вот этот там. Там, получается, идет такой квадрат и наверху пеленалка. Это одна целая штука? Одна целая штука. Но вообще... Ну, я имею в виду, просто я смотрел, когда Оля выбирала Валберис, там отдельно есть пеленать. Да. И есть вот такие штуки с них, с ними. Это как одна целая штука, да? Это одна целая штука, она не закрывается, она просто вот такая вот, как бы, большая. А внизу полки? А внизу полок нету, там просто такая дырка. И все? И все. А зачем? Нельзя было полки сделать? Ну, вот я тоже про это. Я сначала, я, наверное, говорю, не возьму, потому что я хочу... Тут можно памперсы поставить этими. Вот. Потому что я говорю, хочу с выдвижными шкафами, вот этими ящиками, чтоб удобно было пользоваться. Но тут я подумала, что я его поставлю на первый этаж и туда как раз таки памперсы и какие-то вот зимние куртки, туда можно вот, ну, какой-нибудь контейнер туда вот сложить. Но сейчас я думаю по-другому. Я думаю, как я здесь-то ребенка буду вот мыть и, ну, как бы, все это происходить будет. Я думаю, может быть, я поставлю вот это все так, вот сюда. Вот. То есть я здесь купать буду в ванной и как раз вот он вот такой вот ширины, наверное, вот сюда поставить можно будет. А уже внизу, ну, как-то приспособиться там по-другому. Вот есть такая задумка. А как ты ночью будешь тащить его сюда, здесь менять и обратно идти, что ли? Ну да, что, там помыть же надо еще все. Ночью? Ну да. А когда? Не утро уже? Нет, Саня, ты можешь до утра спать в памперсе? Нет. Почему? Ну, какой ребенок будет спать, когда он обкакался или описался? Это же. Пусть лежит до утра. Волнует вообще. Это папа, да. Тебе реально не можешь до утра? Нет. Не хватает? Нет, ребенок мокрый не будет спать. Особенно если. Ну, памперс же впитал, может, не мокрый. Ну, как это все равно же? В ребенке, ладно, там мокрое. Памперсе что? Нет. Памперс. Памперс нужен же не для того, чтобы ребенок в этом памперсе лежал всю дорогу. Нет, возможно, если где-то чуть-чуть пописее, там, я не знаю, это зависит тоже от детей. Например, вот у нас Эльвин вообще не мог лежать. Ну, он и писал очень много, извините. Вот. Милана, ну, как бы, может быть, она чуть-чуть пописее, там, и спить дальше. Ну, как бы. Ну, ты ночью должна протирать или мыть? Или просто можно салфетками протирать? Ну, это уже от родителей зависит. Нет, ты как делала, я просто не помню. Ну, я в начале, когда маленький, я всегда мыла, потому что потом, если не помоешь, это кожа у них такая раздраженная, сразу краснота и все такое. Легче просто быстренько помыть, там, вытереть. У нас, в принципе, здесь удобно помыть даже. Ну, да. Да. Ну, я считаю, что этот... Или это душевой сделать, такую, удлинить? Нет, этого достаточно. Я даже думаю, что, вот, если бы здесь какое-нибудь такое небольшое креселко было бы, там, может, как-то и покормить здесь, чтобы там не мешать. Но, с другой стороны... Можно здесь поставить? Ну, посмотрим. В общем, за дунков. Похозу, дело все будет там, где будет. Да, это нужно, чтобы уже ребенок появился, и там уже буду думать, где как удобно будет. Ну, да, еще это все приедет, на чем выставлять, посмотрим. Да, тут у меня бардак, потому что мы шкафы вот эти переставляли, еще туда не убрала, так что не пишите мне, что бардак. Ну, вот такой вот краткий обзор мы сейчас показали. Так как будет у нас дальше, мы потом все покажем. И на этом пока. Всем пока. Ставьте лайки. Вы можете поддержать наш канал на Boosty. Ссылка будет в описании видео. Донат Boosty. Вот она. Переходите. Страничка. Здесь можно подписаться. Месяц 3, 6, 12. Стоимость 300 рублей. Также можете сделать поддержку. Поддержать можно любой суммой. Выбираете ту сумму, которую вы можете. Выбираете вариант оплаты и оплачиваете. Все деньги будут собираться на роды. Роды стоят 300 тысяч рублей. Мать и дитя. И здесь, когда вы подписываетесь на канал, мы будем выкладывать закрытую информацию, которую на YouTube не выкладываем. Все, что касается лечения, все, что касается родов. И сам процесс родов тоже будет именно здесь. Если вам интересно, то подписывайтесь и просто поддерживайте наш канал. Заранее благодарим. Все добровольно. Смотрите как бы сами. Если можете поддержать, будем очень-очень благодарны.